С момента основания нашего города одесситы с энтузиазмом включились в процесс озеленения жемчужины у моря. По-другому выжить в степи под лучами палящего южного солнца даже в непосредственной близости от моря просто невозможно. А нужно было не только жить, но еще и работать, строить порт, возводить дома и театры, создавать все то, что сегодня мы называем гордостью Одессы. Поэтому наряду со всеми планами по строительству промышленных объектов и жилых кварталов, градоначальники Одессы едва ли не главное внимание уделяли разбивке парков и скверов на ее территории. А в Одесском порту среди различных коммерческих грузов важной строкой проходили деревья для озеленения города. Саженцы везли практически со всего мира. Некоторые из них не прижились под знойным степным солнцем, а другие не только украсили городские улицы, но и стали своеобразной визитной карточкой Одессы. Платаны, акации, каштаны, черемухи, клены – все они укрывали горожан в полуденной зной в своей тени, а в благодарность одесситы воспевали их в многочисленных художественных произведениях. Не случайно еще в то время за нашим городом закрепилась слава одного из самых зеленых в стране. Шли годы, менялись эпохи, а традиция озеленения Одессы горожанами оставалась прежней. В истории Одессы было много примеров, когда работу бюрократов брали на себя неравнодушные жители. Один из известных меценатов, бизнесмен Аднан Киван, решил подарить городу 10 тысяч деревьев. И это не годовалые саженцы, а уже окрепшие растения 5-7 летнего возраста. Стоят они дороже, но зато и выше гарантия, что не засохнут через месяц. А чтобы они просто не завалялись на складах коммунальных предприятий, предлагает одесситам самим решить, где их высадить. Для этого необходимо лишь связаться по телефону 726-3226 со специалистами и оставить заявку. А с 1 октября, когда начнется высадка саженцев, самим с детьми поучаствовать в этом важном процессе. Традиции озеленения Одессы живы и теперь. Субтитры создавал DimaTorzok